Всем, меня зовут Настя Рыбек. Я работаю в компании PAM Systems. Занимаюсь фронт-энд разработкой уже немного, немало три года и работаю в данный момент на проекте, используя такую очень популярную на сегодняшний день технологию, фреймворк, как AngularJS. Сегодня я хочу немножко поговорить про Angular. И для начала мне интересно очень узнать, сколько людей в зале вообще работало с Angular или работает в данный момент. Ой, очень много. Отлично. Я думаю, что должно быть интересно и тем, кто работает, потому что я расскажу, каким образом работаем с Angular мы. Возможно, вы тоже что-нибудь интересное расскажете, поделитесь своим опытом. Ну и для тех, кто не работал, тоже, я думаю, будет полезно. Возможно, вы после этого захотите попробовать тоже что-нибудь написать на Angular. Вообще, начать хочу с того, что, ну, лично я считаю, что мы работаем, я работаю на самом прекрасном проекте в EPUM, и все остальные проекты нам дико завидуют. Да, не знаю, так это на самом деле или нет, но я в это верю. Но так было не всегда, далеко не всегда. И начну с предыстории. Как мы вообще пришли к тому, что мы имеем сейчас. Давным-давно, когда-то наш заказчик, компания наш заказчик решила разрабатывать внутренний проект для своих каких-то нужд, то есть не на широкую аудиторию. Было это, еще раз повторюсь, давно, и разрабатывали бэкенд-разработчики и бэкенд, и фронт-энд. Поэтому, ну, сами понимаете, как это все происходило. Маленький проектик, 1 html, начинали туда что-то писать, потом поняли, что проект нужен, востребован, стали дорабатывать, добавлять какие-то новые фичи, в итоге это все разрасталось, 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 и в один прекрасный момент они поняли, что все плохо, отдали EPUM этот проект, сказали доделывать. В этот момент я пришла на проект в команду, и, в общем, что мы имели. У нас был один html файлик, в котором было где-то там порядка полутора тысяч строк кода, была одна css, в которой было полторы-две тысячи строк кода, и было порядка девяти-десяти javascript файлов, в которых также было очень много там под две тысячи строк кода, причем все эти файлы были с какими-то абсолютно дикими странными названиями, абсолютно ни о чем не говорящими, функционал какой-то код дублировался в разных файлах. В общем, разобраться было в чем-то, в том, что уже написано безумно сложно, и я думаю, что я не совру, если скажу, что практически половина присутствующих здесь людей сталкивалась с подобными проблемами. Ну, давайте для того, чтобы подтвердить, так это или нет, кто сталкивался с чем-нибудь подобным у себя на проектах. Ну, не половина, но тоже достаточно много и немало. Я думаю, что вы меня поймете и посочувствуете. В общем, было все реально плохо. В итоге понятно стало уже абсолютно всем, что нужно что-то менять, нужно что-то переделывать. Возможно, просто кто-то увидел такую картинку из наших заказчиков или, не знаю, еще с команды, может, дизайнеров. В общем, в любой непонятной ситуации делай редизайн. Ну, и мы, собственно, решили тоже делать редизайн на нашем проекте. Решили с позволения нашего заказчика переписать все с нуля, естественно, доработав какой-то функционал, доделав что-то, добавив новых крутых фич. Но суть в том, что мы решили все это переделывать заново и хотелось, понятно, что хотелось сделать это максимально хорошо. Настолько хорошо, насколько мы можем это сделать, чтобы избежать тех проблем, с которыми мы уже имели дело. Итак, решили редизайнить наше приложение. С чего нужно было начать? Это правильно, с выбора технологий. В общем, какие технологии мы выбрали? Хочу заметить, что было это год назад примерно, то есть достаточно времени уже прошло. На тот момент AngularJS был просто безумно популярным, и нам как разработчикам очень сильно хотелось попробовать что-нибудь на нем написать, поэтому мы были очень рады возможности такой выбрать новую технологию и, собственно, выбрали AngularJS для написания, для переделки нашего приложения. Также мы используем стайлус для стилей, Jasmine с кармой для юнит-тестов. Подробно я на трех последних технологиях останавливаться не буду, я буду в основном касательно AngularJS рассказывать, каким образом мы с ним именно работаем. Помимо того, что Angular был на тот момент очень популярным фреймворком, мы, естественно, не только этим руководствовались в выборе технологий. В общем, почему мы еще выбрали все-таки AngularJS в качестве основного фреймворка? Первое – это его two-way data binding. Так как у нас очень много динамических вещей на страницах, которые должны реагировать на действия пользователя, каким-то образом меняются данные, что-то рассчитывается постоянно, там много очень цифр, формул, поэтому очень приличала возможность сделать все это легко и просто с помощью two-way data binding. Для тех, кто, может быть, не знает, скажу, что это двусторонняя связь между моделью, которая у нас есть в скрипте и вьюшкой, то есть переставлением в HTML, когда мы что-то меняем у себя в модели, у нас все изменения автоматически попадают на вью. То есть нам не нужно искать, писать селекторы, искать дом элементы туда, там обновлять какие-то значения, оно все происходит динамически и наоборот это тоже работает. Когда мы меняем что-то во вьюшке, у нас изменения автоматически попадают в нашу модель, что тоже очень классно и в нашем конкретном примере это вообще безумно полезно было. Второй важный момент это модульность. Тут тоже стоит немножко рассказать про специфику нашего проекта. Дело в том, что у нас команда достаточно большая и мы делаем несколько проектов для нашего заказчика. Все эти проекты, ну или многие из них, тем или иным образом перекликаются между собой, поэтому мы стараемся использовать общий кодбейс. И нам важно то, что мы делаем, иметь возможность шарить с другими командами то, что мы делаем. Поэтому модульность для нас очень важна. Она нам позволяет не привязываться к конкретному проекту, а разрабатывать отдельные компоненты, которые другие ребята из других команд тоже могут переиспользовать у себя. Это оптимизирует работу команды в целом и очень хорошо структурирует код, делает его более понятным, более красивым и более правильным, на мой взгляд. Третье – это шаблоны. Мы строим наши страницы, наше приложение на директивах, пишем директивы, ну и в каждой директиве используется свой HTML-шаблончик. Депенденси и инжекшн тоже активно мы пользуемся вот этой плюшкой AngularJS. Используем различные сервисы, которые тоже позволяют сделать более гибким и расширяемым наше приложение. Тестирование тоже. Я думаю, что очевидно, что в первой версии нашего приложения тестов не было. Там какая может быть речь, о каких тестах вообще можно говорить, когда там такой трэш творился в коде. Тестов не было и это было очень плохо, потому что постоянно, ну не то, что прям постоянно, но периодически вылазили какие-то баги. Кто-то один раз у нас случайно удалил кнопку из верстки просто и закоммитил это, ну и потом через какое-то время только мы обнаружили, что кто-то случайно что-то удалил. Могут быть какие-то ошибки, опечатки, ну все мы люди, никто от этого не застрахован, поэтому даже с точки зрения вот таких защиты от таких банальных и глупых ошибок, юнит-тесты очень полезны и не раз они нас спасали от каких-то поломок в наших коммитах, которые мы делаем. Поэтому я очень часто понимаю, что слава богу у нас теперь юнит-тесты и у нас там покрытие почти 90 процентов, поэтому в принципе мы можем быть спокойны за качество того кода, который мы коммитим. Плюс у нас нет тестировщиков, поэтому это вдвойне полезно. Также, ну последний такой плюс, это широкая очень поддержка со стороны Google. Очень много разработчиков либо сейчас разрабатывают с использованием AngularJS, либо имели опыт разработки на Angular, поэтому если возникают какие-то проблемы, какие-то вопросы, очень легко ищутся готовые уже решения или подсказки, очень легко найти человека, который сталкивался с подобной проблемой и уже может подсказать, в какую сторону смотреть, как решить может быть эту проблему. То есть в этом плане тоже очень ускоряет, не нужно копаться в тонном документации, если можно быстро искать готовые ответы на свои вопросы. Итак, с технологиями мы определились. Дальше нужно было определиться с тем, каким образом мы будем строить архитектуру в целом нашего приложения. Первая вещь, о которой мы задумались, это о том, как мы будем вообще строить наши страницы в целом. И любую ли страницу можно ли разбить на какие-то компоненты независимые, да практически любую. Страница, практически все страницы могут быть представлены в виде таких вот блоков отдельных, независимых, которые слабо или вообще никак не связаны между собой. И мы решили, что это будет очень удобно разрабатывать такие блоки по отдельности, независимо друг от друга. Это даст нам определенную гибкость, то есть мы можем, несколько разработчиков, например, могут работать параллельно над различными блоками, вообще не беспокоясь о том, что делает другой, там Вася или Петя. Можно вот эти же блоки переиспользовать, как я уже говорила, мы стараемся шарить вот уже написанные готовые куски с другими ребятами, чтобы они могли не изобретать каждый раз что-то новое, а пользоваться тем, что уже сделано, что уже работает. В качестве примера хочу показать страницу нашего приложения, как мы ее разбиваем на компоненты, насколько они крупные. Вот такой у нас дизайн и, как видите, блоки достаточно большие, такие объемные, то есть не совсем мелкие. Это хедер, футер основные, большая табличка, фильтры какие-то к таблице, панелька боковая, то есть, ну, в принципе, такие сразу, по-моему, бросаются в глаза большие куски, на которые можно разбить страницу. Итак, страницу мы на блоке разбили, это было очень просто. Дальше нужно было понять, каким образом мы будем делать вот эти самые блоки, что они из себя будут переставлять. Идем глубже и получаем, что каждый блок у нас это директива на AngularJS. Эта директива, понятно, что так как это компонент достаточно большой, она должна из чего-то тоже состоять. Она может состоять из других директив, которые тоже мы выносим в отдельные компоненты, только более мелкие, которые мы сами пишем. Может не состоять из других директив, а состоять просто из обычных HTML элементов, если нужно. Там, например, у нас был компонент, это кнопка, которая там много чего делает, но тем не менее это просто кнопка. Также понятно, что наши все компоненты, это не голый HTML, не голый шаблон, они должны представлять какие-то данные. Эти данные они должны откуда-то получать. Для этого у нас есть сервисы, которые благодаря dependency injection возможности AngularJS. Эти сервисы мы можем прикручивать к нашей директиве, и они нам предоставляют те данные, которые нам нужны. Плюс это еще позволяет нам переиспользовать опять же эти компоненты, которые мы пишем, кастомизировать их каким-то образом с помощью прикручивания других сервисов. То есть мы вообще не волнуемся о том, что у нас находится внутри сервисов, мы только знаем, в каком виде они нам должны переставлять данные. Сервис уже пусть сам заботится, откуда он эти данные берет. Поэтому если мы, например, на своем проекте берем там из одной базы данные, пишем сервис, который эти данные нам возвращает, то в принципе вот ребята с другого проекта могут взять этот же компонент, написать свой сервис, который будет доставать данные и возвращать в том виде, в котором нужно этому компоненту, его прикрутить, и все будет отлично работать. То есть они там буквально написав пару строк кода, смогут использовать уже готовое какое-то решение. Итак, компонент мы придумали, каким образом мы будем делать, придумали, что это будет директива. Дальше я хочу показать, каким образом могут выглядеть эти компоненты. Тоже опять же пример с нашего проекта. Компоненты эти достаточно могут быть гибкими. Здесь я пока хочу показать пример одной и той же компоненты. Это у нас такой тултипчик. Это мелкая компонент, то есть это небольшой этот блок, а маленькая директивка, которую мы пишем, которая тоже может быть переиспользована другими командами. Вы видите, что в двух случаях в зависимости от необходимости и в зависимости от данных, которые мы передаем, они у нас выглядят немножко по-разному. То есть в первом случае у нас внутри такой как definition list, это определение и какая-то расшифровка. Во втором случае это у нас табличка. То есть передавая различные шаблоны в наш один и тот же компонент, мы можем в одном проекте, на одной странице получить немножко разные представления, может быть также отличаться поведение вот этих двух компонентов. То есть опять же эта вещь достаточно гибкая, ну что-то похоже на тот же Bootstrap, только свой, специфичный для нужд нашего проекта. Каким образом мы можем кастомизировать вот эти компоненты, которые пишем? Есть два основных способа, которыми мы пользуемся. Первый это передавая различные данные в сервисы. Наш модуль или виджет в зависимости от того, какие данные приходят ему из сервиса, может сам определять, каким образом ему себя вести. То есть он получает данные, анализирует их каким-то образом и определяет свое поведение в зависимости от этих данных. Также мы можем давать возможность разработчику, который будет использовать этот компонент самому определять, какое решение или какой внешний вид должен иметь в его конкретном случае, вот этот модуль встраиваемый. Он может, разработчик в смысле, может передавать атрибутам какие-то параметры, это могут быть флаги, данные и в зависимости от значения вот этих передаваемых параметров, опять же внутри компонента определяется его поведение или его внешний вид, структура. Так, ну на таком общем уровне мы определились, что из себя будут представлять наши модули, которые мы разрабатываем. Дальше нужно было придумать, какую структуру в плане иерархии папок файлов будут иметь наши модули, потому что код тоже нужно как-то организовывать. Сошлись на том, что каждый модуль будет находиться у нас в отдельной папочке, чтобы не было путаницы, чтобы было легко их искать, находить. Каждая папка называется соответственно по названию самого модуля и она должна иметь следующую структуру. Опять же, эти правила должны соблюдаться всеми внутри проекта для того, чтобы унифицировать все это дело. Во-первых, в каждой папочке должен обязательно быть файл bundle.json, это конфигурационный файлик, который используется в каждом модуле, я немножко подробнее потом расскажу, что это за файл и какие данные должны быть в этом файле. также это у нас javascript файл с определением директивы, ну там понятно задаем контроллер, поведение, которое у нас будет иметь компонент. Это может быть html файл с темплейтом, который у нас, который нужен нашей директиве. В принципе, html может и не быть, если она нужна, мы ее добавляем, не нужна, не добавляем. То есть это такой опциональный файл. Example. Это папка с примером. Так как мы хотим дать возможность легко переиспользовать компоненты уже написанные, то, соответственно, человеку, который не писал вот этот модуль, будет сложно так вот сходу разобраться, что он делает, как он выглядит и нужно ли ему вообще его использовать. Поэтому мы стараемся добавлять пример, какой-нибудь простой пример использования вот этого модуля, чтобы человек зашел, посмотрел, как выглядит сам вот этот модуль, как его использовать, какие параметры ему передавать и так далее. Вообще у нас внутри нашего проекта есть даже такая отдельная страничка, отдельный свой сервис, который позволяет смотреть все компоненты, которые написаны разными командами. То есть у нас есть общая библиотека, в которую любой разработчик может зайти, посмотреть, что вот у нас есть такие и такие модули, посмотреть их примеры и даже есть что-то вроде своего такой песочницы написанной тоже для наших вот этих внутренних компонентов, где вы можете поиграться в специальном эдитаре, ну что-то вроде планкера или код пана, посмотреть, попробовать настроить свой компонент, там поиграться с параметрами передаваемыми и вообще разобраться, каким образом его к себе подтянуть на страницу. Папочка тест у нас содержит юнитесты, необходимые для этого модуля и сим папка это стили, если они нужны, опять же, для вашего компонента. Как обещала поподробнее про bundle.json, что это за файлик, это мы придумали сами, то есть вы если загуглите, ничего такого не найдете, скорее всего. Это конфигурационный файл, у которого должно быть несколько обязательных полей. Это, естественно, айдишка, айдишка вот этого модуля, который мы разрабатываем, имя, ну это просто, чтобы оно было понятно человеческому глазу, чтобы было понятно, что это вообще за компонент такой, и обязательно должны присутствовать зависимости, зависимости, которые необходимы для инициализации вот этого модуля. Для чего это нужно? Зависимости мы в коде при объявлении директивы сами не прописываем. За нас это делает task, grand task, который пробегается по всем вот этим конфигурационным файлам, вытягивает зависимости и подключает их, те зависимости, которые нужны, подключает уже к модулю, к итоговому. Сделано это для того, чтобы у нас не дублировались зависимости, он каждую зависимость только один раз будет включать, ну то есть это такие небольшие оптимизационные штуки, поэтому dependencies должны быть обязательно, ну и айдис, соответственно, тоже обязательно. Так, со структурой каждого компонента вроде бы разобрались, ну и последний этап, это каким образом мы все это дело собираем воедино, так как у нас на выходе имеем много разных компонентов, у нас, соответственно, в проекте появляется много различных отдельных папочек, в каждой из которых есть с большой вероятностью свой JavaScript, свой HTML, свой CSS. Естественно, подключать руками там все в главную страницу никто это не будет. Для этого у нас написан grand task, который пробегается по всем вот этим компонентам. Во-первых, подтягивает из файлика bundle.json все зависимости, которые есть, подключает их в те модули, которые нам нужны. Потом мы склеиваем все директивы, весь JavaScript код в один файл, получаем на выходе один минифицированный файл. Это работает для нашего проекта, потому что проект у нас не очень большой и кода в принципе не очень много, поэтому один JavaScript файл работает вообще идеально, он весит немного и заморачиваться по поводу оптимизации там раздельных подтягиваний, только нужных компонентов нам особо нет смысла большого. Вот, но для ваших проектов в принципе это может и не работать. То есть тут все, тут нужно смотреть зависимости от проекта. Для нашего проекта такой вариант простой, очень хорошо работает. Мы все собираем в один JavaScript файл, подключаем его на страницу. Также CSS собираются тоже все в один CSS файл. По поводу шаблонов. Шаблоны тоже с помощью grant файла собираются все в ангуляровский модуль template cache и хранятся тоже все в JavaScript. То есть HTML на выходе у нас вот этих шаблонов тоже нету. Все это компилируется в два файла, которые подключаются на итоговую страницу. На главной странице у нас есть один общий контроллер, который, в который мы подключаем все зависимости, которые нам нужны и все работает. Вот, как ни странно. Но в итоге у нас, кстати, проект все еще, мы его разрабатываем, у нас там добавляется очень много нового функционала, он активно развивается, поэтому мы каждый день радуемся тому, что мы вот так вот все хорошо сделали, потому что на самом деле гораздо лучше все стало. Что мы в итоге получили? У нас получилась очень простая схема построения страниц. То есть у нас есть большие такие готовые компоненты, из которых мы как из конструктора можем собирать свою страницу, можем что-то новое добавлять легко, что-то менять, заменять и так далее. У нас очень высокая степень переиспользования компонент. То есть мы периодически с ребятами, которые работают на параллельных проектах, делимся опытом, смотрим, что они сделали, может быть нам что-то нужно из тех модулей, которые они разрабатывают. Они смотрят у нас, может быть они тоже что-то могут перетянуть. Поэтому мы активно переиспользуем уже готовые компоненты. Очень тоже ускоряет процесс разработки и также улучшает процесс поддержки, потому что если вдруг что-то сломалось или нужно что-то срочно поменять, какие-то новые требования пришли, по крайней мере всегда понятно, где искать ошибку или где нужно что-то менять. Даже когда приходит новый человек в команду, ему очень просто разобраться со структурой, потому что все очень прозрачно, очень понятно. Не нужно перебирать тонны кода для того, чтобы найти там одну строчку, которую нужно поменять. Всегда ясно, где в коде или где в структуре проекта что находится. И это очень сильно помогает нам в каждодневной нашей работе. И последнее, тоже не менее важно, я уже об этом говорила, это уверенность в том, что, ну, относительная уверенность, естественно, в том, что мы никаких багов не зарелизим, по крайней мере, большая часть каких-то ошибок у нас до девы не доходит, потому что падают тесты. Так как у нас достаточно большое покрытие тестами, мы можем быть уверены в том, что наше приложение более-менее стабильно, и это уменьшает существенное количество багов, которые могли бы быть. Пожалуй, это все, что я хотела вам рассказать. Спасибо за внимание. Можно объяснить, почему все-таки англ-ар? Ну, все было здорово, но это можно с любым другим прейворком сделать, разбить на модули и... Ну, понятно, что фреймворка, которая позволяет это сделать достаточно много. Вот, я уже перечитала несколько причин, которые сподвигли нас на использование именно AngularJS, одна из которых это популярность этого фреймворка на тот момент. Плюс еще хочу сказать, что так как у нас, опять же, это упоминало, мы делаем для нашего заказчика несколько проектов, и нам важно, чтобы у нас было все унифицировано, весь процесс разработки. И когда начали там делать один проект на Angular, у нас все остальные проекты уже тоже делаются с использованием того же фреймворка. Вот, поэтому, не знаю, проблем с AngularJS конкретно мы никаких не чувствуем на нашем проекте, он отлично работает в наших нуждах, вот, и я думаю, что в принципе не проигрывает тем фреймворкам, которые мы могли бы выиграть, по крайней мере, в нуждах нашего проекта. Да, у нас есть один контроллер, у нас практически нету никакой логики, потому что у нас, ну, вся суть, в общем-то, в том, чтобы все вот эти компоненты, которые мы строим, они были самодостаточными, и они не требовали каких-то, ну, то есть, чтобы они… Мы стараемся всю логику хранить в самих компонентах, не выносить ее наверх, наружу. То есть, сам глобальный компонент, он буквально там подтягивает данные, которые нужны для инициализации всей страницы в целом, а дальше уже каждый блок разруливает свой функционал самостоятельно. Еще вопрос, с чем связано создание своего собственного бандл, джейсон, ну, те же самые зависимости, имя модуля, они, ну, по конвершенам ангулара описываются в самом коде модуля, ну, и там можно найти и имя, и от чего модуль зависит, с чем связано создание отдельного файла. Ну, и опять же, от самого ангулара идут готовые таски, которые все это дело собирают, а я так понимаю, вы разработали свой формат, разработали свой таск для гранта, который будет этот формат обрабатывать, ну, зачем такие хитрости были нужны? На самом деле, если вдаваться совсем в подробности, то там все сложно. Дело в том, что вот на нашем проекте у нас такая действует немножко упрощенная схема, и у нас вот эти зависимости, которые мы прописываем в файле бандл.джейсон, они используются только для сборки. когда мы собираем наши компоненты для того, чтобы несколько раз там одно и то же не подключалось. Если, ну, например, вы подключаете несколько модулей на свою страницу, анализируются все зависимости, и каждая зависимость включается только один раз. Это на нашем проекте, ну, то есть там такие упрощенные функции этого бандл.джейсон файла. Плюс у нас ребята разрабатывают свой сервис, такой очень хитрый умный сервис, который будет отвечать за, который будет отдавать модули, вот эти, которые мы разрабатываем, по запросу. То есть он не будет компилить их все в один JavaScript файл. Это будет на Node.js готовый сервис, который по запросу только по имени компонента, который нужно включить на страницу, будет передавать все необходимые данные для включения вот этого компонента. То есть и для… Я просто сейчас услышал фразу, что зависимости в бандл.джейсон используется только для сборки. Но в каком порядке собирать файлы? Я быстро, но перед этим в достоинствах было DI упомянуто. Я так понимаю, вы зависимости описываете два раза. Один раз в бандл.джейсон и второй раз в карусель.хиро.js. Ну вам же нужно написать апп, модуль, перечислить зависимости, которые будут инжектиться, написать функцию. Ну, нет, да. Вот я тот самый человек, который вместе с ней разрабатывает… Нет, просто вон та команда, которая вот это все делает, это мы, ну наша команда, они вот сюда, тот же самый. А для чего бандл.джейсон? Я не слышал, да? Слышно, 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 слышно. Окей. А для чего бандл.джейсон? У нас существует такой сервис, который собирает при помощи бандл.джейсонов в кэш все виджеты, которые мы разрабатываем, и впоследствии мы непосредственно этот виджет бутстрапим отдельно на страницу. То есть у нас наше приложение состоит из нескольких ангулар модулей, которые между собой не взаимосвязаны, и они присылаются в сервисы при помощи jsonp. И соответственно вот этот вот бандл, он нужен для того, чтобы на сервере это все собрать воедино и потом разруливать зависимости между ними. Мы их бутстрапим при помощи ангулар бутстрап, соответственно мы знаем все модули, которые нам нужны, и бутстрапим непосредственно в данном месте, куда мы их вызываем. И поэтому нам не надо описывать все апп и все зависимости модулей. Мы их просто присылаем и бутстрапим непосредственно здесь и те модули, которые нам здесь нужны. CL, hero.js, у вас эти зависимости еще раз не описываются? Нет, они не описываются, а мы просто… ...экшен как используется? Он также используется, просто мы dependency injection, мы по тем зависимостям, которые нам надо в бандл джейсоне, мы их видим, мы собираем, вот например нам надо hero-карусель. Мы его запросили и мы видим, что у него есть какие-то dependency. Соответственно на основании этих dependency мы собираем эти же виджеты, которые нам нужны, и мы все вот это вот кучей мы посылаем на UI, и на UI мы бутстрапим, ну соответственно мы там билдим апп, и мы это все делаем автоматически, то есть мы вручную ничего не прописываем. И вот эти вот модули, они мигрируют в зависимости dependency injection и подключаются все модули непосредственно в этом виджете. А как вы разводите то, что в разных виджетах может быть одна и та же зависимость? У нас на UI кэширование, и соответственно, когда мы делаем запросы, мы смотрим, если у нас есть этот модуль, то мы просто его не возвращаем в сервер, а у нас он висит уже на страничке. Есть названия, но и тоже разные модули. Ну то есть нужно инжептнуть два разных… Нет, ты не инжептнешь там, ну судя… ID в bundle.jsoni – это namespace, и соответственно у тебя namespace может быть только один такой же. И мы также как бы резолвуем вот эти вот dependencies, то есть они у нас идут по ID-шнику в bundle.jsoni, соответственно, ты, если у тебя он ссылается на один и тот же namespace, значит это один и тот же модуль. Ну, соответственно, это код вставит. Ну, а в величине что происходит в принципе. А еще код как выхранить? Ну, то есть я бы понял, что вы храните в репозитории все модули, но есть разные репозитории для, скажем, для двух разных проектов. То есть берете просто копируете, и версии расходят? Нет, смотри, у нас получается… Ну, соответственно, у нас разные… У нас зависимости идут, грубо говоря, у нас собирается это все пока в старый глобальный бандл, который билдится Jenkins'ом на Java Server OK. И у нас, короче, суть в чем? Суть в том, что у нас они лежат все рядом и у нас резовывается вот по путям резовываются наши все зависимости. Соответственно, если они лежат там, ну, у них, допустим, если это абстракция такая, вот у нас есть три папочки, да, две папочки наши, а третья их. И они могут использовать общие какие-то модули по namespace'у, соответственно, и модули какой-то из третьей папки. Вот. То есть они где-то вот так вместе лежат, просто это более там сложно. То есть у нас есть какая-то общая правила системы, типа свой NPM? Ну, типа того. Ну, мы на самом деле впоследствии планируем на NPM переходить, но там просто проблема, что для каждого, для каждой зависимости будут скачиваться. То есть мы не сможем резоввить те модули, которые у нас уже есть. Там они скачиваются постоянно, если через NPM их делать, поэтому мы пока к этому не пришли, а мы вот у нас пути такие получаются. На продакшене. Вот. Так и на продакшене? Нет, ну на продакшене у нас просто... У нас же есть абстракция, которая, назовем его сервис, который собирает и кэширует вот эти вот все, весь код. То есть, соответственно, он когда запускается, он идет по определенным папкам, собирает все, и у него это все хранится, ну, в данном случае это пока в памяти, потом впоследствии это может быть монго. Вот. И, соответственно, он будет это все отдавать. То есть он отдает код. Вот. Соответственно, мы не ходим уже по файловой системе, мы файловую систему обходим только, когда запускаем сервис. С NPM то же самое. Ну да, но в NPM, если у нас будет dependency, то это dependency будет вставляться в каждый модуль, например. Хорошо. А если версионный комиссия поменялась? Там что-то пропилили, короче, и что-то не сломалось в другом месте. То есть получается сейчас существует только одна версия, то есть версионности как-то нет. Пока нет. Но это на самом деле пока, ну, такая альфа-версия, да, вот именно вот этого всего сервиса. Они просто используют на своем проекте, у них backend на Java, и они используют просто вот эту вот структуру UI, которую мы как бы разрабатываем. То есть они не используют там серваки, вот эти вот сервисы, которые будут это все отдавать. Соответственно, у них сейчас это как бы light version, и оно подработает, как рассказала Настя. Вот в данной реализации. Да, пожалуйста. Хотел задать вопрос. Вы использовали AngularJS в первую очередь для того, чтобы решить вот задачу модульности, или же есть какие-то контролы, да, то есть элементы управления, которые действительно нуждались в true way-win. Я могу сказать, что оба, вот эти обе цели у нас были, да, потому что у нас в нашем конкретном проекте у нас очень много работы с данными там, очень много именно места, где нам нужно динамически обновлять данные, у нас постоянно какие-то пересчеты идут, очень много расчетов именно. Поэтому вот ту-вей дейта бандинг у нас активно используется на проекте. Это была одна из целей. Ну, а модульность вторая. Были такие проблемы, особенности, какие-то замечания в хейлборке? То есть интересно, как было? Ну, нужно быть осторожными со скоупами, отслеживать, сколько где создается скоупов, чтобы не плодить вот этих вотчеров, которые запускаются каждый раз при изменении. Если очень большие размеры данных, то могут быть проблемы с производительностью, если страница перегружена в итоге, оказывается. Если данных не сильно много, и, соответственно, вот этих вотчеров не сильно много, тогда все работает вообще отлично. Постоянные пересчеты при двустороннем бидинге, при каждом изменении данных пересчет происходит, или при, ну, не знаю, вводишь в строку поиска фильтр, и при каждом символе идет фильтрация, или это все как-то резовывается по финалу ввода. Просто была фраза, что много расчетов, я так понимаю, на странице. Ну, и в таком случае, по идее, двусторонний бидинг должен влиять на производительность плохим образом. Смотря как вы это реализуете, то есть в зависимости от, опять же, нужд проекта, то есть у нас нет такого, что мы по вводу, там вводим каждый символ, и сразу у нас идет много-много пересчетов. У нас меняются данные, потом они сохраняются, потом мы все пересчитываем, обновляем. То есть у нас такого лайф-апдейта, в принципе, нет. Да, если, ну, вам нужно сохранить данные, только потом пересчитать. Ну, грубо говоря, на jQuery он клик, и после этого у вас запустился пересчет. Зачем вам тут двусторонний бидинг? Ну, да, вы попробуйте написать это с помощью Angular и с помощью использования jQuery. Angular, во-первых, это меньше кода, то есть мы обновили модель, у нас сразу, хоп, все пересчиталось автоматически. Вот, нам не нужно снова искать там место, где это нужно обновить, лезть в тот же дом, обновлять значения, которые нам нужны. У нас все это происходит автоматом. То есть тут вопрос только в том, когда вы обновите свою модель, когда вы ввели один символ или когда вы сохранили, какая разница? И вы не контролируете момент изменения модели. Фактически. Он же двусторонний. Вы меняете что-то через UI, и у вас мгновенно, ну, как мгновенно, по тику обновляется модель. Так, и вы не контролируете момент, когда обновилась модель, соответственно, ну, пересчет должен проходить при ткашном изменении на UI. Или на тебе скажу? Ну, тут сложно так сказать, потому что мы используем и тот, и другой способ. Я прошу прощения, я выглядела первой, чтобы любознательно начнет. И, наверное, ты потом спросишь, а у нас есть еще вопросы, или что, Дим, просто шанс. Извиняйте. Нет, я бы говорила. Давайте. Кто? Настя? Да, давайте. Девочки, пожалуйста. Можно я? В общем, первый вопрос. Было сказано, что вроде бы один контроллер на всю страницу. А по поводу скопов, то, что платить скопы, там же на контроллер, по-моему, один. Нет? Директивы свои скопы. Директивы. Все, спасибо. А второе, это вот там в конце группам все собирается, минифицируется в одну строчку, а в конце, если там какие-нибудь там, ну, тесты, или что-нибудь, как находится, ну, дебаг, как происходит в этой строчке, все ищется. Ну, они-то сами, ну, как я понял. Ну, для дебага мы... Не минифицированную версию. А минифицированная идет именно на прот. Либо сурс. Да, и, соответственно, статистика есть для каждого отдельного компонента. То есть мы можем отслеживать... Нет, в среднем по файлу. Есть такая туза, из-под луны называется, она нам все показывает. Красиво. Хотел вот у вас спросить. Вот, конечно, ваш код. Вы сказали, что было изначально в реакции. Несколько файлов, там тысячи строк кода. Скажите, вот, ваш, конечно, программа лучше, как выписаться. Вот если сравнить по объему, то, что было изначально, что у вас, что получилось более компактным и на сколько? Вот просто интересно. Вот вы так постарались, поработали. Где кода на самом деле меньше? Вы знаете, мне сложно сказать, потому что с того момента, когда мы начали переделывать приложение, у нас еще в два раза увеличилось, расширился функционал самого приложения, поэтому, ну, естественно, кода стало больше. Вот. Но насколько его было бы больше или меньше, если мы сравниваем один и тот же, одну и ту же функциональность, ну, тоже сложно сказать. Не могу ответить. Грант-таску показывали, что оно все не в цирке один файл. В то же время говорите, что вы отдельный виджет и подгружаете, ну, как бы, отдельно. Как на самом деле? Нет, на самом деле, просто вот то, что она показывает, это один виджет. А, то есть это для одного... Ну, соответственно, да, у тебя один файлинг, и одно виджет. Я тут раз пробовал, если бы сейчас выбирали англост, то мы взяли, ну, все же поняли, да, реакция есть или... А англост все-таки вы подумали бы взять реакция, или почему, допустим, мы не брали бэм, как вы так смотрели в то, у нас был уже, был, ну, бэм, 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 бэм. Бэм тус. Да? Бэм, ты яндекс. Нет. Сюда почему не есть, 2014 год где-то в районе февраля месяца даже января и тогда эмбер был ну скажем так не очень бэкбон мы с него принципе и переходили там был трэш вот то что рассказывал это было все на бэкбоне в одну вьюхе вот 33 нет мы как бы умеем но просто решили решили переписать решили редизайн вот и соответственно тогда angular набирал обороты и ребята съездили на нг-конф и решили выбрать angular потому что им может быть промыли мозги соответственно нет на самом деле мы не жалеем почему выбрали angular потому что у нас angular как такового очень мало потому что мы это все дробим и присылаем ну типа микросервисов да и соответственно у нас работа самого angular там где он тормозит у нас практически отсутствует вот поэтому angular круто еще у нас эти виджеты они как сказала настя они повторяются соответственно мы очень легко прикрутили йоман генератор для виджетов написали свой и сейчас девелоперы которые приходят они могут сгенерировать но даже не девелоперы там бизнес аналитики приходят и говорят мы хотим новый виджет они его сгенерировали там процентов 75 кода которые нужно без специфической логики он уже есть в темплейтах вот то есть это ускоряет разработку и так как виджетов будет очень много поэтому объемности унифицированность в angular и подкупает да мне понравилось то что вы рассказывали вот у меня вопрос слюнки потекли на это все и вы эти потенитесь на самом деле чем нет но если вы хотите посмотреть как это вообще все работает приблизительно у нас мы мы свой расшарить не сможем потому что виджетами ну сходство с bootstrap ui для angular процентов 75 единственное что там немножко переделан процесс билдования но это просто есть разные подходы к билду виджетов и доставки их на ui то есть тут ничего такого сверх естественного нет но мы поделиться этим не можем потому что мы это это коммерческая разработка если наш наш заказчик скажет давайте ребят задеплоим все на гитхаб то все вот ко мне подошли сзади я буду злобным человеком который скажет спасибо настя спасибо его очень хороший доклад или задать вопросы ловить эти двух людей где-то по пути перехватываете за пуговицу вот но я просто очень волнуюсь хочу попасть на колыха в общем все кто задавали вопросы милости прошу за майками все кто пришел вам всем огромнейшее спасибо если вы чувствуете в себе силы а может даже